Больше 50 человек вышли на улицы города, чтобы обратить власти внимание на свою проблему. Участники собрания митинга, родители в семьях которых есть дети с ограниченными возможностями. Проблема в денежном вопросе. На данный момент сумма выплат за уход за ребенком составляет 5,5 тысяч рублей. За взрослым эта цифра намного меньше всего 1200 рублей. По словам людей, на эту сумму невозможно прожить, поэтому участники собрания просят увеличить пособие по уходу за инвалидами. Сколько хотите получать в среднем? В 2013 году эта сумма была сопоставима с минимальным размером оплаты труда на тот момент. То есть в 2013 году это было 5,5 тысяч рублей. Сейчас мы просим, требуем, чтобы ее также приравняли к МРОТу, который с мая, насколько я знаю, 2018 года равен 11 тысячам. Пока вот 41 записали. Сейчас мы еще допишем. Анастасия Голицына одна воспитывает 9-летнюю Аню. Девочка ходит в коррекционный класс. Практически все деньги уходят на лекарства и реабилитацию. Курс у нас, допустим, 10 уколов. Это минимальный курс стоимостью 1500 рублей. 10 уколов. Это самый простой какой-то ноотропный препарат. И выше, конечно, стоит. А лечение очень дорогое. Мы ездим по возможности. Горожане написали петицию, обратились в Министерство труда и правительства. Однако, по словам людей, власти сказали, что на повышение ежемесячных выплат денег нет. Сейчас жители Саратова готовят обращение к президенту страны. За петицию уже проголосовали 760 тысяч человек. Отмечу, что данная акция является всероссийской и прошла она не только в Саратове, но и в других городах страны. В том числе в Самаре, Воронеже, Курске и в Питере. Полин Попенец, Роман Шельзяев, Саратов-24.